Ересь Хоруса 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 Империума. Это и есть тот мир, который создавал Император. Вот судьба галактики, где страх перед наказанием перестал быть контролирующим фактором. Вот что произойдет, если слабым позволят вершить судьбы человечества. И тогда Курц понял, что лишь у одного из примархов достанет решимости вылепить новый Империум из мягкой глины Империума нынешнего. «Пришло время нам самим определять свой путь, Шанг», — отчеканил Курц. — Тот поворотный момент, что ты предвидел? — Да, мои братья попытаются использовать эту возможность, чтобы от нас избавиться. — Полагаю, вы правы, сэр, — согласился Шанг. — Согласно моим источникам, ходят разговоры и отнюдь не праздные разговоры о том, чтобы отозвать повелителей ночи на Теру и призвать к ответу за наши методы ведения войны. Я знал, что так и будет. Эти трусы не могут меня убить, поэтому они решили нанести удар с другой стороны и лишить меня легиона. Понимаешь, Шанг, они десятилетиями ждали этой возможности. Они просто слабаки и глупцы, у которых не хватает мужества сделать то, что должно быть сделано. Но у меня хватит. О да, еще как хватит. — Каковы будут наши действия, — спросил Шанг. — Пусть Фулгрим и Дорн меня предали, однако в других легионах у нас есть еще союзники, — ответил Курц. — Но для начала мы должны навести порядок в собственном доме. Скажи, что творится на Настрома. — Все, как мы и опасались, — сказал Шанг. — Правительство регента-администратора Балтиуса потерпело крах. Коррупция процветает, а в развалинах Настрома Квинтус правит преступность и повсюду царит беззаконие. Тогда не следует терять времени. Пока эти недоумки пытаются решить мою судьбу, словно я какой-то лакей, которого можно отчитать за разбитую чашку, мы будем действовать. — Каковы ваши распоряжения, сэр? — Готовьте корабли, капитан, — ответил Курц. — Мы возвращаемся на Настрома. — Но вас приказано держать под стражей, — заметил Шанг. — Ваши покои охраняют гвардейцы Феникса и храмовники Дорна. Курц криво ухмыльнулся. — Предоставь это мне. Курц извлек из затаенного Алькова последнюю деталь доспеха и поднял над головой. Повернувшись к двери, он надел череполитий шлем. Когда нижний край шлема соприкоснулся с воротом доспеха, раздалось шипение сжатого воздуха. Угол зрения чуть изменился, и восприятие сделалось четче. Курц слился с тенями, наводнившими тускло освещенную комнату. Он замедлил дыхание и мысленно ощупал окружающее пространство. Темнота стала для примарха другом после долгих лет, проведенных под ее черным покровом на городских улицах, где он выслеживал отверженных и приступивших закон. На секунду узник ощутил сожаление, что дело дошло до такого, но яростно подавил это чувство. Сомнения, раскаяние и нерешительность удел слабых, а не Коннорда Курца. Дыхание примарха стало глубже, а тени вокруг обрели собственную жизнь. Курц почувствовал силу тьмы, холодную сноровку охотников и ночных тварей. Убивавших под ее сумрачным пологом смертоносные инстинкты, взлелеенные тысячи битв, достигли сейчас немыслимой остроты и верно ему послужат. Примарх раскинул руки, и взрывная волна психической энергии выплеснулась наружу. Флюоресцентные трубки под потолком лопнули одна за другой, рассыпавшись ливнем сверкающих искр. Дождь из разбитого стекла зазвенел по металлической палубе. Шипящие силовые кабели сорвались с потолка и сердитыми змеями заплясали по полу, испуская голубые дуги электрических разрядов. На главном дисплее мигнул красный огонек тревоги. В открывшуюся дверь упала полоска света, и на пороге возникли силуэты полудюжины воинов в доспехах. Не дожидаясь, пока свет коснется его, Курц прыгнул вверх, ухватился за выступающую из ближайшей колонны арматуру и скрылся во мраке. Обхватив колонну ногами, он принялся карабкаться выше. Стражники рассыпались по помещению, выставив перед собой алебарды. Курц слышал, как воины выкрикивают его имя и как эхо умножает их голоса. Одно движение мускулов, и он уже был в воздухе, невидимая смертоносная тень. Суетившиеся внизу воины полагались на тепловизоры шлемов, но никакие приборы не могли сравниться с ночным зрением примарха. Там, где другие видели лишь свет и мрак, Курц различал миллиарды оттенков и полутонов, скрытых от тех, чье сердце никогда не билось так с темным сердцем полуночи. Один из космодесантников гвардии Феникса стоял прямо под ним, оглядывая комнату в поисках ее пропавшего обитателя и не догадываясь, что смерть затаилась в тенях наверху. Курц закрутился вокруг колонны, спускаясь по спирали и отставив руку в сторону, как клинок. Стальная плоть примарха с легкостью взрезала ворот доспеха и голова воина покатилась по полу. Не успело обезглавленное тело упасть, как Курц уже исчез, растворившись среди теней. Когда его тюремщики сообразили, что узник находится среди них, по комнате прокатились тревожные крики. Узкие лучи фонарей бешено заметались, пытаясь нащупать убийцу. С проворством, выработанным десятилетиями охоты на людей, Курц незримо скользил между лучами. Еще один воин рухнул на пол с развороченной грудью. Кровь толчками била из разорванных артерий, как вода из дырявого шланга. Тьму прорезали болтерные очереди. Венчики огня рассвечивали дуло при каждом выстреле, которым стражники пытались достать невидимую мишень. Но их цель оставалась неуловимой. Куда бы тюремщики не стреляли, Курца там уже не было. Призраком убийцы он летел сквозь мрак, легко находя дорогу между болтерными снарядами и неистово рассекающими воздух пленками. Один из хромовников Дорна попятился к пятну света у дверей, и Курц скользнул за ним, двигаясь невозможной для воинов доспехах беззвучностью. Никогда прежде не испытанное чувство бурлило об его крови, и осознав, что это за чувство, Курц ощутил восторг. Несмотря на опрометчивое заявление Желемана, Астартес могли испытывать страх, и страх этот оказался истинной драгоценностью. Ужас смертных был жалок, трясок и вонял потом, но этот, этот был молнией, заключенной в кремне. Курц подскочил к хромовнику, одному из отборных солдат Дорна. Ветеран или нет, тот умер так же, как и любой другой, в крови и смертной муке. «Во мраке таится смерть», выкрикнул Курц, «и она знает ваши имена». Вокс-канал шлема заполнили отчаянные просьбы о подкреплении, но технически превосходящая система брони Примарха легко их заглушила. Курц вновь взвился в воздух, перемещаясь из тени в тень. «Никто не придет», посулил он, «вы все умрете здесь». В ответ на слова Примарха рявкнули новые залпы, воины не оставляли попыток нащупать его теневое логово. Но Курц был полновластным владыкой тьмы. И неважно, какие приборы или источники света пытались использовать его противники, они были заведомо обречены. Трое выживших, хромовник и два космодесантника из гвардии Феникса отступали к двери. Стражники уже поняли, что не сумеют победить в этом бою, но все еще наивно полагали, что из поединка с Конрадом Курцом можно выйти живыми. Рассмеявшись от чистой радости преследования, удовольствия, забытого им за отсутствием достойной добычи, Курц взметнулся в воздух и приземлился среди своих жертв. Пробив кулаком доспех первого Феникса, Курц выдернул его позвоночник сквозь дыру. Отбросив в сторону окровавленный труп с торчащими из раны обломками кости, Курц подхватил алебарду стражника и бросился на пол в тот момент, когда остальные обернулись на пресмертный вопль товарища. Прежде чем те успели что-нибудь предпринять, Курц взмахнул алебарду, описав круг диаметром в два человеческих роста. Энергетическое лезвие вспороло силовую броню, плоть и кость. Остро запахло озоном и гарью. Оба воина повалились на палубу, вопять боли и дергая кровавыми обрубками ног. Отшвырнув алебарду, Курц блокировал удар упавшего гвардейца Феникса. Выдрав оружие из его рук, примарх сломал древко пополам и всадил острые обломки в грудь противника. Хромовник гневно закричал и сумел откатиться в сторону прежде чем Курц обрушился на него. Примарх выдернул алебарду из перчатки космодесантника и одним коленом придавил его грудь, а другим левую руку. Воин сжал правый кулак для удара, Курц ухватил его за предплечье и вырвал кости с сустава. Внезапно одна за другой с гудением и треском реле загорелись лампы аварийного освещения. Резкое белое сияние затопило комнату, изгнав тени. Там, где была тьма, остался лишь свет. То, что прежде было тюрьмой, превратилось в бойню. Кровь забрызгала стены и дверь, а пол усыпали безголовые, безрукие, безногие разорванные части тела. При виде сцены побоища Курц улыбнулся. В эту секунду человек, в чьей шкуре он прятался с того дня, как впервые преклонил колени перед отцом перестал существовать. Ненужная маска спала, больше он не был Конрадом Курцем. Отныне он стал ночным призраком. Ночной призрак перевернул последнюю карту и сжал в зубы. Опять знакомый расклад. В стратегию мофлагманского корабля царила тьма, лишь кое-где перемеживаемая голубыми отблесками консолей и гололитических дисплеев. Примарх Повелителей Ночи не обращал внимания ни на то, что творилось вокруг. Ненадавящее чувство ожидания, исходящее от каждого члена команды. На туство светящейся панели перед ним лежала колода потрепанных карт. Их углы загнулись и вытерлись от долгих лет использования. Всего лишь салонная игра, которой забавлялись праздные богатеев Нострома Квинтус. И лишь позже Примарх обнаружил, что до наступления Древней Ночи разновидности этих карт использовались племенами Франка и жителями Ульев Мерики для гадания. Очевидно, карты соответствовали социальным кастам тех времен. Колода разделялась на четыре масти, воины, жрецы, торговцы и рабочие. В старину считалось, что по раскладам младших арканов можно прочесть будущее. Но в нынешней, пресной, пораженной безверием галактике этот обычай давно вышел из моды. Что не отменяло один любопытный факт. Как бы тщательно он не перетасовывал карты и сколько бы не раскладывал их на полированном стекле панели, расклад оставался все тем же. Луна, мечник и монстр по вершинам треугольника. Перевернутый король у ног императора с одной стороны расклада, а с другой и тоже перевернутый голубь. По утверждениям знатоков, эта карта символизировала надежду. Последнюю верхнюю карту он только что выложил. Эта карта мало изменилась за прошедшие столетия, и ее значение, несмотря на нередкие ошибочные толкования, оставалось несомненным. Смерть. Услышав шаги, он оглянулся и увидел приближающегося капитана Шанга в боевой броне и черной церемониальной мантии из блестящего потагиума. Распростертые крылья его шлема обрамляли маску, череп ксеноса с длинными клыками нижней челюсти, защищавшими горло владельца. На экране за спиной адъютанта медленно поворачивался разноцветный шар Нострома. Серую планету окутали плотные облака ядовитого дыма, а в разрывах туч проступала гнойная желтизна и бурые пятна проказы. Тенебор, радиоактивный спутник Нострома, заплывшим глазом, смотрел сквозь кроваво-красную корону угасающего солнца системы. — В чем дело, капитан? — спросил ночной призрак. — Новости от астропатов, милорд. Его командир безрадостно хмыкнул. — Мои братишки? — Похоже, что так, милорд, — ответил Шанг. — Астропаты чувствуют мощную телепатическую волну, которая указывает на приближение большого флота из импириев. — Дорн, — констатировал ночной призрак, возвращаясь к картам. — Без сомнения. — Каковы будут ваши приказы, милорд? — Еще раз взглянув на мир своей юности, ночной призрак почувствовал, как пнем закипает привычный гнев, словно раскаленная магма под хрупкой коркой умирающей планеты. — Когда-то Нострома был образцом покорности, — сказал примар. — Его население жило в мире из страха перед суровым наказанием, которому я бы подверг любого нарушившего установленный мной закон. Каждый гражданин знал свое место и знал, что совершить преступление равносильно смерти. — Я помню, милорд. — И теперь мы возвращаемся к этому, — прорычал ночной призрак. Он смел карты с панели, и под ними обнаружились бегущие строки свода. Каждые 11 секунд — убийство. Каждые 9 секунд — изнасилование. Количество тяжких преступлений растет по экспоненте каждый месяц. Количество самоубийств удваивается за год. Еще через 10 лет от созданного мной законопослушного мира не останется и следа. — Избавившись от страха наказания, люди возвращаются к самым первобытным инстинктам, милорд. Ночной призрак кивнул. — Перед нами окончательное доказательство того, Шанг, что вера императора в человеческую добродетель — худшая из глупостей. После минутной заминки Шанг произнес. — Это значит, что вы собираетесь привести свой план в действие? — Конечно, — ответил ночной призрак, глядя на обреченный мир. — Только самые крайние меры могут продемонстрировать нашу решимость. — Настрома для нас отныне мертв. Час расплаты пробил. Примарх прошагал по центральному проходу стратегиума и остановился у экрана с изображением Настрома. Луна к этому времени полностью выкатилась из-за темного тела планеты, и ее отраженный свет блеснул на обшивке кораблей Звездного флота «Повелителей ночи». Полсотни судов выстроились в боевом порядке над воспаленным кипящим котлом извилистых улиц и изъязвленных проказой преступности дворцов Настрома Квинтус. Далеко внизу на поверхности планеты зияла огромная рана. Глубочайшая пропасть, оставшаяся в планетарной коре с момента огненосного прибытия Примарха. Выбравшись из этой адской бездны, он познал такие страдания, каких другие не могли его образить. Пытка мучительного взросления еще больше усугублялась изводившими его с самых ранних лет видениями собственной смерти. А братья все никак не могли понять, отчего владыке «Повелителей ночи» неведома радость жизни. Позади себя он услышал шум. Еще до того, как было произнесено хоть слово «Ночной призрак», ощутил шестым недоступным его подчиненным чувством давящее присутствие вынырнувшей из империи Формады. «Слишком поздно, братья», — прошептал он. «Я уйду прежде, чем вы сможете меня остановить». В последний раз взглянув на «Нострома», «Ночной призрак» приказал всем бортам открыть огонь. Сверкающие копья, ослепительно белого света, исторгавшиеся из бесчисленных батарей, вонзились в планету. Переплетаясь и многократно умножая свою мощь, энергии тысячи плененных звезд слились световой столб, диаметром превосходящий величайшую из башен «Нострома» Квинтус. Этот небывалый луч рассеял окутавший «Нострому» тьму. В небесах полыхал огонь. Ужасный жар бомбардировки поджег воздух на много километров вокруг. Ослепительное энергетическое копье пробило адамантиевую корку «Нострома», пройдя сквозь древнюю скважину, оставленную прибытием примарка. Невообразимая энергия прорывалась через литосферные слои, пока не достигла ядра, и планета сгинула в пламени сокрушительного взрыва, равных к которому в галактике бывало немного. Ночной призрак с холодной отстраненностью наблюдал за гибелью «Нострома». Чудовищность свершенного облекла примарха темным саваном. Как ни странно, он не чувствовал ожидаемого груза вины. Глядя на то, как раскалываются тектонические плиты, и как раскаленная магма вырывается на поверхность, сжигая землю и воспламеняя воздух, он ощущал лишь огромное облегчение. Прошлое умерло, а ночной призрак доказал, что принципы, исповедуемые им, не пустые слова. Гром этого взрыва сотрясет Империум и привлечет внимание тех, кто подобно ему осознает, что для сохранения человечества в галактике необходимы жертвы. «Нострома» внизу полыхал, и ночной призрак изрек следующее. «Я беру на себя бремя этого зла и не убоюсь его, ибо я воплощенный страх». Продолжение следует... Продолжение следует...